Приветствую вас, давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали, попробуем вам помочь, попробуем прояснить ситуацию. Значит, для начала, для начала, мне бы хотелось разделить вашу проблему, вашу проблематику на несколько составных частей. Первая часть – это то, что вы пишете в начале, вторая часть – это ваш основной вопрос, который вы задаете, и третья часть – это то, что касается лично вас. Значит, вы пишете, что вы знакомы больше встречаетесь, больше четырёх лет, то есть на момент, когда вы начали встречаться, девочке было 17, вместе живём 3 года, жили вместе 3 года, то есть начали вы жить вместе, когда девушке было 18 лет. И вы пишете о том, что у вас были ссоры, да, то есть вы пишете, как у всех, мелкие ругани и так далее. – Значит, мне бы хотелось узнать, во-первых, из-за чего вы ругались – это первое. И второе – это, собственно говоря, что произошло год назад с вашей девушкой, что она стала видеть везде заговоры, и прочее, 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 прочее. То есть, ну, определённо год назад с ней что-то случилось. Определённо год назад что-то произошло, что заставило её начать так себя вести. Об этом вы не пишете, хотя вместе с ней вы живёте и так далее. Постарайтесь понять, что без детального анализа того, что произошло год назад, без детального анализа, вам невозможно помочь, потому что непонятно, что было, непонятно, что произошло, непонятно развитие, значит, ну, развитие восприятия вашей девушки, непонятно абсолютно. То есть, вот, всё было хорошо. И год назад она начала видеть какие-то вещи. Пока что, пока что я могу вязать её поведение только с тем, что вы стали жить вместе. То есть, вот как вы начали жить вместе, у неё началась вот эта вот модель поведения, ну, началась вот эта вот реакция. Ну, такая, да, не очень хорошая. То есть, это вот, ну, пока мы вязать только с этим. Тем, что вы начали вместе жить вместе жить. Но вы же понимаете, вы же понимаете, что этого мало, да, для анализа. То есть, ну, я надеюсь, я надеюсь, вы понимаете, что нужно больше. То есть, нужен более детальный анализ того, что происходило с вами, с девушкой и так далее. Вот, пока я полагаю, что началось всё с того, что вы стали жить вместе. Это первое. Второе. То, что с вашей девушкой сейчас происходит. Происходит с ней, естественно, очень неприятные вещи, которые разрушили не одни отношения, к сожалению. Это ревность, это недоверие, да, вот эта вся история. И правда в том, что вам, именно вам, что-либо доказывать своей девушке вообще бесполезно. Потому что она не настроена на то, чтобы к вам прислушиваться. У девушки есть проблема, которая именно к вам, как к личности, отношения не имеет. То есть, эта ревность, эта доброзрительность, она у неё была всегда. И связано это с многими факторами, начиная от негативного родительского сценария. Раньше родители так повлиялись на неё, что она сейчас идёт по пути разрушения своей жизни. То есть, родители на неё так сильно влияли. То есть, начиная от родительского сценария и заканчивая, значит, страхом одиночества, заканчивая, значит, недостаточной значимостью. То есть, ну это вот тоже такой важный момент для человека. И всё это смешивается с неуверенностью в себе, сомнениями в себе и с определёнными ложными понятиями. Я не знаю, конечно, вашу девушку, но однозначно могу сказать, что, может быть, даже она больна, и тогда вам не имеет никакого вообще смысла её уговаривать. Либо человек сам увидит и поймёт, что, ну вот, так, как она живёт, нельзя жить. И что, если она продолжит в том же духе, то она разрушит свою жизнь вообще. Либо она этого не поймёт и будет двигаться в том же направлении, что и сейчас. Повлиять на неё вы лично тактически не можете, к сожалению. Это невозможно. Потому что действительно девушка будет постоянно всех подозревать. Она будет подозревать вас, она будет подозревать любую женщину. Вот. Вся эта история будет действительно повторяться. До тех пор, пока не наступит критический момент. То есть, уговаривать девушку что-либо сделать, ну, к сожалению, бесполезно. То есть, это не впечатлит её. При наличии ревности, при наличии вот тех проблем, что есть у вас, если бы девушка прислушивалась к чему-то рациональному, да, то вряд ли она бы оказалась в итоге в той ситуации, в которой она оказалась. То есть, врачу и девушке нужна помощь. И помощь, к сожалению, уже, возможно, даже не только, не столько психолог, сколько, может быть, врача. То есть, вашей девушке вполне может быть приводное расстройство, паранойя, вот, которая в своей основе имеет, страх одиночества. Ну, то есть, человек боится одиночества. Вот. Но, как бы там ни было, вам ведь от этого не холодно и не горячо. Да, то есть, ну, узнаете вы что-то о девушке, ну, вы даже можете, сможете точнее, точнее, ей что-то сказать, возможно. Но, вряд ли что-либо изменится, потому что, ну, где-то она работает. Поэтому я рекомендую вам заострять внимание не на самой девушке, да, а на вашем поведении с ней, на вашей позиции. То есть, вы можете, как бы, вот, донести до нее, что, вот, вы сейчас с ней вместе, да, допустим, и вы вместе не живете. Соответственно, вы очень хотите с ней быть, вы говорите, что любите друг друга. Это здорово. И поэтому вы ей просто скажите, что, дорогая, если ты хочешь быть со мной, вот, если ты хочешь быть со мной, то тебе нужно психологу. Тебе, правда, нужно психологу. Потому что твоя ревность и вот эта вся история, это не очень хорошо. И либо она прислушается к вам и, значит, ну, пойдет, если любит вас, либо нет. И тогда ее страхи сильнее ее и любовь к вам, ну, говорить вряд ли имеет место, имеет смысл. Вот, потому что, ну, очевидно, да, что если человек любит, то он сделает так, чтобы любимый был счастлив, а ваша девочка, она причиняет вам, вот. Конечно, вы можете сделать так. Вы можете обграничить, значит, ревность девушке от нее самой, до себя. И закрывать глаза на ее, ну, на ее какие-то выходки, на ее какие-то действия и так далее. Но вы говорили, что у вас имело место быть рукоприкладство, вы говорили, что у вас имело место быть оскорбления. И, соответственно, я из этого делаю вывод, что, как бы, ну, закрывать глаза на это не получается. То есть, ну, не можете в этом сделать. И, опять же, в этом контексте я могу сказать, что это нормально. То есть, нормально, что вы не можете закрыть на это глаза. Но в таком случае тогда девушке придется это принять, что, вот, вы сделали выбор. То есть, понимаете, вам как будто бы не хватает вот такой, знаете, уверенности в себе. Вам как будто бы не хватает четкости позиции своей. И, опять же, понимаете, понимаете? То есть, вы не расстаетесь, а вроде бы вы делаете все правильно. То есть, мне действительно нужно расставаться. Вот, ну, вот в этой ситуации, да, когда видно, что, ну, выбора нет. Вам действительно нужно с ней расставаться. Вы расстаетесь и потом говорите, как бы, о том, что все равно не можете без нее. И вот эта вот ваша зависимость от нее, это, на мой взгляд, отдельная тема для разговора. Вот. Потому что то, что вы не можете ее отпустить, говорит о вашей потребности в ней. То есть, вы видите, что она с вами несчастлива. Вы видите, что ей с вами тяжело, она страдает. И, тем не менее, вы все равно хотите быть с ней. Все равно, тем не менее, вы снова и снова сходитесь, мучая ее. То есть, на мой взгляд, здесь нужно еще и с вами поработать. Почему вы никого не хотите и почему вы не готовы идти дальше, что вас удерживает. С девушкой, у которой явно и явно есть, ну, нездоровые такие проявления. Вполне вероятно, что, может быть, вам нравится, может быть, вы, ну, вас, может быть, устраивает в глубине души. Хочется, чтобы так было. Хочется, чтобы так ситуация складывалась. Я, конечно, здесь не знаю, но, тем не менее. То есть, это довольно привожный знак, что вы не можете девушку отпустить. Даже не смотря ни на что, и вот так вот вы друг друга мучаете. Это не есть хорошо и не есть здорово именно для вас. Так можно вам ответить на ваш вопрос. Понимаете, штука в чем? Вот, если, если серьезно, штука в чем? При психологическом конфликте внутри личности у девушки именно это, что никто, кроме ее самой, ей помочь не может. Ни вы, ни она сама себе тоже. Но она может выйти из этого состояния. То есть, ей что-то может дать толчок. К тому, чтобы она наконец, ну, поняла, да, что вот, движется она, по ниспадающей движется она в никуда. Но для этого нужно, чтобы у вас была четкая-четкая позиция. То есть, если она вас очень сильно ревнует, значит, скорее всего она к вам привязана. И если она к вам привязана, это значит, что, ну, вы для нее важны. А если вы для нее важны, то она пытается вами манипулировать. Вот то, что она делает, это ее манипуляция. Ну, то есть, нужно, чтобы вы правильно понимали, что именно является манипуляцией. То есть, манипуляцией является далеко не все. А только вот то, что она сейчас говорит, что не знает, как будет дальше, и вот такая вся история. То есть, хочет она вас подчинить, хочет она вас контролировать еще больше, еще сильнее, чем раньше. И вопрос, который вам самому себе нужно задать, он такой, чего хочу я? Что нужно мне? Понимаете? Вот это вопрос, это вопросы, которые вам нужно самому себе задать. Потому что вы говорите, что вы любите ее, вы хотите быть с ней, но, может быть, вы и любите ее. Но вот той девушке, какую вы любите, ту девушку, которую вы любите, ее, к сожалению, почти не осталось. Ревность – это очень страшный враг, очень страшный стимул, понимаете? И вы ее, как это не парадоксально, вы ее в этом стимуле, в этом ее направлении, вы ее подогреваете. Ну, скорее всего, сами того не желаю. Вот. Знаете, какая история? Ага. Ну, вот я сейчас, например, увидел, что вы сделали свой вопрос оплатным. Да? И хотите, значит, вы узнать что-то полезное для себя. Я бы сказал, что с точки зрения психологии, да, полезное для себя вы можете узнать только в том случае, если вы для себя же увидите, в чем ваша зависимость от девушки. Понимаете? Вот. Это, пожалуй, такой очень ключевой момент. Потому что у нее, у нее зависимость от вас. Это понятно. Это можно принимать, это можно не принимать, но у нее есть зависимость от вас. А у вас к ней что? У вас к ней какие чувства? Вот это важный вопрос. Потому что есть вещи в вашем тексте, ну, довольно странные, которые можно интерпретировать как созависимость. То есть, чтобы девушка решила наконец взяться за ум, грубо говоря, и чтобы она начала действовать в конструктивном русле, вам нужно самому начать действовать также в конструктивном русле. То есть, до тех пор, пока вы будете предлагать девушке сойтись снова и снова, у нее не будет стимула, у нее не будет мотива сделать что-то. У нее не будет мотива развиваться. Стимула, мотива развиваться у нее не будет. А зачем? Если у нее и так есть все, если у нее и так есть вы, и в общем и целом все хорошо и все прекрасно. Вот. Понимаете? То есть, определите для себя, сперва, чего хотите вы. Вот именно вы. Вот именно вы. Чего хотите? Для себя. Если вы хотите быть с девушкой? Сейчас. Если вы скажете, я хочу быть с девушкой. Я хочу быть с ней. Окей. Вы хотите быть с ней. Зачем? Для чего и почему? Если вы говорите, я люблю ее и хочу, чтобы она была счастлива, это другое. И от вас требуется другая модель поведения в таком случае. То есть, постарайтесь для себя определить, что для вас важнее. И это послужит точкой отсчета для вас в том плане, что вы определите свою свое направление в поведение. То есть, если в первом случае, то вам психологу нужно. То есть, если вы говорите, что мне девушка нужна и я хочу, чтобы она была со мной, то это вам нужно, психологу обязательно. Это вам нужно пообщаться, потому что свои желания вы пытаетесь реализовать вот таким способом. Если же вы хотите, чтобы девушка была счастлива, то в таком случае смело действуйте так, чтобы она увидела, к чему приводит ее ревну. После этого люди не возвращаются. С учетом ее формы, с учетом формы ее состояния, это чуть ли не единственный способ. При условии, конечно, что она вас любит. Соответственно, она вас любит, если она видит, что вы через боль, продолжаете жить дальше, то это вот может ее к чему-то поддолкнуть, может ее к чему-то привести. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Ибо человека насильно заставить лечиться нельзя. Так, возможно ли все наладить и забыть все обиды и начать с чистого листа пищевые? Нет, невозможно, потому что девушка, она, по сути, не меняется, она, по сути, не делает выводов. И, как мы верно заметили, это будет повторяться снова и снова, до тех пор, пока не будет проведена работа. Возможно ли это сделать без психолога? То есть, возможно ли наладить все без психолога? Опять же, нет. Невозможно. Потому что, ну, я сказал почему, да, объясню. Как уговорить девушку идти к психологу? Да никак, только вот своей позиции. Понимаете? Своей позиции и своей последовательности в поведении. Вот. То есть, ну, понимаете, взрослый человек, как вы его говорите? То есть, если вы даже хотели идти к психологу, да, вы уже пошли, а она, видя другую девушку, значит, устраивала скандал и, значит, все как бы, ну, обрывала. Почему она так делает? Потому что она не хочет выходить из своей зоны комфорта. Ей так приятно, ей так удобнее, ей так привычнее, и она будет в этом состоянии находиться. Потому что в этом состоянии она чувствует себя более-менее комфортно, более-менее ей в этом состоянии спокойно. Вот. Но это состояние ведет никуда. И пока у нее нет опыта, нет у нее пока опыта Сафо, что это состояние ведет никуда. У нее нет этого опыта. Потому что вы ей этого опыта не дали. У нее есть вы, вы у нее первый, как я понял, и, значит, на данный момент, соответственно, единственный, да, вот. И соответственно, соответственно, если вы у нее единственный, на данный момент и первый, ей просто не зачем меняться. она не видит, не видела результат, у нее нет опыта. Она не понимает, к чему это приведет. Грубо говоря, если человек живет, или живет, или жил в иллюзиях, да, то он так и будет жить в иллюзиях. Иллюзиях, вы понимаете? До тех пор, пока вы эти иллюзии не разрушите. Иллюзии именно те, которые у нее есть сейчас. Вот, так сказать, страх близости эмоциональной и, возможно, интимной. Вот, все это иллюзия. Все это следствие иллюзий у нее. Все это следствие иллюзий у нее. А эти иллюзии разрушаются только антитезисом. А антитезис, это вот такой, с вашей стороны. Что я не хочу и не буду жить так, как мы с тобой живем. Понимаете? Поэтому уговоры здесь, любые уговоры, по сути, игра в ее игру, в которую она играет. Игра называется «Попался». Можете посмотреть в интернете, что это значит и какой вообще генезис эта игра имеет. Возможно, игра еще есть «Какой ужас», но это, я не знаю, это уже более тонкий момент. Вот, и так далее. Так что, смотрите в эту ситуацию, я полагаю, что вам нужно самому психологу обратиться. Вам нужно самому увидеть, почему вы связались в своей жизни только с этой девочкой. Причем, ну, на сколько? На четыре года младших классов, но это не так, в принципе, много. Но с учетом того, что девушка была 17, а вам 21, это тоже может иметь определенное значение. Почему вы выбрали девушку, младше вас, практически ребенка. И так рано вы начали с ней жить. То есть человеку 18 лет, она уже живет слабо. Почему не учится, почему не работает, да? Почему живет слабо? Вот. То есть, это вот, необходимо тоже с этим разобраться. То есть, возможно, мы там увидим, если вот так все детально проанализировать, возможно, мы увидим то, почему девушка стала такой. То есть, мы же не знаем, почему она стала такой. То есть, три года все было хорошо, потом мы начали жить вместе, да, и что-то произошло. Что-то изменилось. Ну, так, наверное, что-то, что-то, это что-то тоже нужно зафиксировать для анализа. Вот. Я думаю, так, можно вам ответить на вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Водопроводъем. Поехали. Поехали. Продолжение следует...